На решение вопросов местного значения Томс, поселка Сосновый Бор, в 2019 году было выделено 5 176 986 рублей, что на целых 0,86% больше, чем выделялось данной территории в 2018, и на 33,8% больше, чем в 2017 году. Процент исполнения составил 97,9%. Поделилась информация со средствами массовой информации Артемовского, председатель Томс, поселка Сосновый Бор, Елена Королева. Так, на организацию уличного освещения было выделено 569 218 рублей. Кстати, сумма оказалась меньше, чем выделялась в 2018 и 2017 годах. На 39,98% меньше, чем в 2018 году, и на 7,42% меньше, чем в 2017 году. Из них на обслуживание линии уличного освещения было потрачено 83 999 рублей 83 копейки. На монтаж линии уличного освещения по улице Иваново, улице Черемушки, улице Темирязева, от 7 до 15 дома, улица Полевая, улица Строителей, поселка Сосновый Бор 97 017 рублей. На приобретение светодиодных светильников 80 000 рублей. Насколько улицы поселка стали освещеннее и удалось ли решить территориальному органу местного самоуправления в 2019-м вопрос уличного освещения, оценивать, конечно, только местным жителям. Понятно, что на мизерные средства многого не сделать. Тем не менее, на выделенные 5 176 000 томс постарался решить и другие проблемы. Денежные средства были выделены на ремонт кровли муниципальной квартиры по адресу поселок Сосновый Бор, улица Темирязева, дом 7, квартира 3, в сумме 411 433 рубля, что на 63,54% больше, чем в 2018 году и на 72,87% больше, чем в 2017 году. На обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенного пункта выделено 109 200 рублей. Из них на обустройство противопожарных полос 70 000 опашка производится два раза в год весенний-осенний период и на расчистку подъездных путей к пожарным водоемам 39 200 рублей. По словам Елены Королевой, на содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования было выделено 1 831 285 рублей. Сумма также оказалась меньшей по сравнению с прошлыми годами. На 17,8% меньше, чем в 2018 году и на 6% больше, чем в 2017. Из них на зимнее и летнее содержание и на ремонт дорог картами 1 694 832 рубля, на установку дорожных знаков, нанесение дорожной разметки 159 452 рубля, на ремонт съезда к школе 62 243 рубля. Когда территориальному органу местного самоуправления приходится урезать суммы на решение тех или иных своих задач, стараясь распределять эти денежные крохи, возникает вопрос к главе Артемовского городского округа. Где же у нас осваивается тот самый прирост бюджета на 700 миллионов рублей, о котором он говорил? Почему сосновому бору приходится выкраивать средства на обустройство тротуаров? На устройство ремонт тротуаров было выделено 1 миллион 100 тысяч, что на 15,4% больше, чем в 2018 году и на 92,53% больше, чем в 2017. В 2019 году построено 448 метров тротуаров, что на 34% больше, чем в 2018 году. Остальные денежные средства территориальным органам местного самоуправления были потрачены на организацию ритуальных услуг, задержание мест захоронений. На благоустройство территории поселка, строительство снежных городков в Сосновом Бару и селе Писанец, на уборку опасных деревьев. К сожалению, так и не удалось, по всей видимости, из выделенного финансирования ТОМС выделить из ничтожно малой суммы средства на решение главных проблем сосновоборцев. Это ежегодное затопление поселка канализационными стоками и работы местной котельной, которая с началом отопительного сезона 2019 года стала предметом повышенного внимания со стороны средств массовой информации и депутатов Думы ОГО, когда пошли жалобы от замерзающих в своих квартирах жителей поселка. Тогда полуразрушенное здание, котельные, изжившие себя котлы. И ситуация с кочегарами, с которыми не были заключены на тот момент трудовые договора и не выплачивалась заработная плата, привели в шок и народных избранников, и общественность. На сегодняшний день помнит ли о ситуации руководства Артемовского городского округа и какой разработан план действий? В решении этих проблем ответ очевиден. Подождем, увидим.